приветствую всех на своем канале ну что ребят сегодня мы с вами помчимся в прекрасный район под названием десятка побродим там немного не так долго как хотелось бы будет довольно таки коротенькая прогулка такая зарисовка но на полноценную бродилку нужно готовить материал нужно много времени а времени у нас как известно деньги поэтому коротенькая зарисовочка но атмосферу прекрасного района без всякой иронии говорю район мне очень нравится и многим моим знакомым очень нравится тихий зеленый замечательный во многих отношениях конечно со своими минусами вот кстати мы приезжаем мострой разворотное кольцо знаменитое который дальше вот идет помчались машины на старый мост а мы сейчас поедем как раз мимо завода района завода ленина нашу на нашу десяточку пересекаем протоку серебряная волошка в ложка или волушка как раньше говорили и оказываемся на острове это заячий остров да у нас кремль стоит тоже на заячьем острове который он же долгий а есть у нас еще один заячий остров это та самая десятка потрясающий район сюда мое поколение тем кому же под 40 побери в свое время мы что ездили на упк учебно-промышленный комендант 10 11 класс ностальжи здесь уже известный нам весенний парк 23 октября десятка 23 октября это все своеобразная история в общем то парк неплохо в неплохом состоянии но местами конечно все печально пластиковые набережные убитые нижний ярус полностью затоплен ну и лавочки могли бы покрасить а некоторые лавочки вообще поломан но это место дегенератов видимо постарались или залетные какие-то так в общем целом насаждение детские площадки к счастью как и фонари вполне себе в порядке сейчас увидим затопленный нижний ярус ну вот так получается что каждый год затапливают поэтому видимо его благоустраивать как-то пока не будут пока не придумают и не захотят его как-то кардинально изменить ситуацию ведь и вот где-то ну почти полметра воды вот на южнем ярусе где мы прогуливались раньше ведь вот за этой бетонной стеной внизу также как бы променад но сейчас там вода стоит и пока не закончится половодие к июню к середине июня вода видимо так и будет оставаться вот они волжские просторы это конечно не волгоград и не саратов астрахани все-таки в дельте располагается волга здесь не такая широкая как была в свое время но просторы простор еще можно почувствовать и атмосферу десятки мы с вами тоже сегодня почувствуем планы такие немножко по прогуляемся по набережной затем по район буквально чуть-чуть и увидим один очень интересный объект так здесь у нас по-прежнему затопленная территория сейчас увидим раздолбанные лавочки вот местные все переставили видимо не так они стояли лавочки конечно ободраны обшарплены по всему городу не только здесь тут у нас катера катается через волгу мы видим золотой затон буквально завод сталина тут район там уже идет параллельно влоги улица адмирала нахимова по которой когда-нибудь тоже погуляем ну что ж пойдемте посмотрим что здесь есть интересного ну это изначально была плохая идея сделать пластиковый настил на набережной это утопия почему не сделать просто плитку как везде непонятно но хотели выделить ну киньте вы не знает доски толстый ну ладно мир с ними здесь такие лавочки фонарь и общем это вот длинная пешеходная зона прямо по берегу логи в чем плюс этого места здесь высокие деревья взрослые да то есть летом здесь тень и можно приятно прогуляться приятно отдохнуть ну и конечно дальше мы увидим здесь потихонечку приходят застройщики начинают строить жилье надеюсь не будет она слишком высотным и все-таки местные жители этого против потому что в основном здесь либо частный сектор либо малоэтажная застройка еще некоторые дома с тридцатых годов мы их увидим ближе к концу видео но если совсем кратко вот прям выжимки вот здесь у нас местная фауна главные члены общества в астрахани вот кому прекрасно живется как это собакам в астрахани до середины 19 века к западу от атаманской станицы вот прошлое видео было по улице аксакова где трусовский рынок вот это все атаманская станица форт пост так называемый который мы еще поговорим когда будем бродить по улице зержинского так вот располагали здесь лишь татарские селения до к самым ближним из которых была кучерга селение находил четырех верстах от казачьей станицы в основном всю территорию занимали так называемые степные пространства только к югу с выходом к волге вот мы дошли до причала со временем середина 19 века астраханские купцы начали здесь арендовать у татарской общины участки для обустройства пристани потому что в астрахани никогда не был центрального порта и была сеть пристани на об этом уже как-то рассказывала на арендованных землях стал селиться так называемый рабочий люд то есть все началось с рабочих поселков строили себе дома и концу 19 века вот здесь на заячьем острове вырос ну такой значительный рабочий поселок торговые пристани заняли практически все береговое пространство острова и он превратился в один из самых бойких мест во всем протяжении волги в 1899 году на острове известным волго-каспийским нефтяным торговым обществом были открыты механические мастерские само расположение на заячьего острова в центре других пристани и островное положение отдаленность от города и ландшафт местности способствовали развитию революционной гестрации рабочих здесь проходили первые маевки ну вот кстати домиках такой продается можете прикупить в этом тихом зеленом месте домики здесь кстати говоря аккуратные улицы здесь аккуратный мусора практически нет я думаю все кто здесь давно живет за этим следят вообще район мне лично нравится узенькие дороги хорошие местами тротуары все прекрасно единственно только конечно подлатать кое-где дороги убрать вот эти вот трубы и следить за насаждениями чтобы они аккуратно выглядели по моему будет вообще все прекрасно согласно сведениям в 1926 году здесь было большое наводнение остров частично затопило и потом его цепали песком в двадцатые годы был построен деревянный мост и уже в 50 его реконструировали постепенно и вот мы с вами подходим к одному из самых интересных объектов на острове это остановка общественного транспорта cdo номер 3 находится здесь недавно относительно недавно местные волонтеры которым нужно сказать большое спасибо привели в порядок отмыли от тонны грязи и объявлений прочего шлака вот такая красота у нас здесь как известно сейчас в городе проводится массовая замена остановок то есть все остановки в основном по городу убрали вот эти которые были разбиты из стекла и пластика ну известны субстанции палок местные шутят а вот эти остановки местные жители отстояли и защитники города говорят что вот эту красоту нельзя трогать потому что поставить очередную гадость из бетона и стекла который опять разобьют зачем и здесь мы видим рядышком буквально если пройти 50 метров вот это барельеф и как его назвать на детской спортивной школе номер один вот такая девушка занимается гимнастикой вообще иногда в отдаленных районах можно найти остатки более развитой цивилизации как шутят местные ну и почему же все-таки десятка да все просто здесь вот из того рабочего поселка из тех мастерских постепенно вырос судостроительный судоремонтный завод десятилетия годовщины октябрьской революции мастерские были основаны в 1917 году в 1927 году собственно 6 ноября накануне годовщины революции состоялся торжественный митинг по случаю официального пуска завода вот собственно мы видим дома построены в 30-е годы 32 35 год вот где жили видимо рабочие поселка вот здесь такие домики домики здесь котик котик отказался подходить поближе он какой-то немножко зашубанный был местный симпатяшка не только собака здесь полном встречается вот такая милая живность у завода непростая история как известно строительство механического цеха здесь был и финский цех завод расположен в черте города на острове у правого берега реки примерно 60 километрах от каспийского моря основные производственные мощности были построены в 60-е годы прошлого века в феврале 2006 года завод был переименован в завод имени гужевина в 2017 произошла смена собственника вы переименовали в галактику в общем пока пока существует пока здравствует но мы пойдем с вами изучать этот милый район дальше а сейчас мы с вами поедем увидим уникальный объект это храм святителя николая чудо творца находится на улице мытищинской 45 мы с вами приезжаем эту замечательную установку клевая нейтральная по сюжету надеюсь ее сохранят ее не будут трогать значит в чем особенность уникальность этого храма в начале 20 века местные рабочие местных поселков изъявили желание чтобы у них была церковь поближе потому что до этого не ходили вот в ту далекую церковь которую мы видели в прошлый раз соответственно сами понимаете по распутиться пешком не находишься в итоге пожертвовали по настоянию отца яна негровского было разрешено выстроить не просто храм а церковь школу где в одном помещении можно было совершать службу учить детей местных жителей в 1903 году храм был освящен выстроили деревянный небольшой выбрали удачное место стояла на самом берегу на мысу на территории механических мастерских однако пришлось его перенести храм находился на территории мастерских которые военное время были приспособлены для ремонта военных судов значит являлся стратегическим предприятием собственно пришлось его переносить храм разобрали по бревнышкам а так как время было послевоенной площадей и точнее лошадей невозможно было стать верующие сами на своих плещах переносили бревна по ночам охраняли материал сами понимаете с деревьями в астрахани с дровами проблема поэтому желающих поживиться было достаточно собирали храм очень поспешно очень быстро и собственно поэтому выстроен без фундамента и алтарь его оказался направлен не на восток как обычно больше на север вот мы с вами доехали здесь среди частных домов находится вот это замечательный аккуратно интересная церковь ну по сути да это храм не видно что его привели в порядок покрасили выглядит конечно нарядным в итоге строительство уже нового вот этого храма завершили 11 июня 46 года храм официально зарегистрированы за общиной верующих и с этого момента начался новый период его существования вообще конечно интересный район в начале двадцатого века где-то до пятидесятых получается люди жили в собственно деревянных домишках до которые были построены тут это водопровода не было понятно что воду брали прямо из волги или из протоки серебряная волошка дома так называемый каменный но местные кирпичные дома почему-то называют каменные были на пересчет в основном были деревянные бараки длинная улица вдоль всей территории улицы называли центральная потом ее переменовали в улицу николая витошникова построили затем клуб школу одноэтажную продовольственные и промтоварные магазины были почта постепенно появились аптеки концу 70-х и начало 80-х уже пошла массовая застройка собственно современными жилыми зданиями уже со всеми удобствами настоящий городок со своим парком на набережной построили дом культуры все эти учебных заведений детских садов появилась больница и полноценная асфальтовая магистраль вот такая получилась зарисовка конечно многих объектов не мы с вами не увидели но мы с вами сюда обязательно еще наведаемся посмотрим и клуб и сквер имени кирова и многие многие другие интересные объекты просто побродим по улочкам все еще впереди если понравилось ставьте лайки пишите комментарии кто что знает про этот район то что интересного раскопал скоро мы с вами пойдем гулять дальше по новым интересным улочкам и районам до встречи пока пока улочкам и Субтитры сделал DimaTorzok